Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал, особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей, подписчикам же крепко жму руку. В этом видео мы с вами распаковываем очередную посылку, которая на этот раз у нас приехала не с Али, а которая добралась до меня всего за два дня с сайта Tmall. И сразу после заставки канала, погнали! Вот такая вот посылочка очень простая, маленькая, которую, наверное, будет интересно посмотреть женской половине моего канала, хотя никакой половины нет, женщины меня смотрят меньше 10%, но будем надеяться, что благодаря таким видео как раз-таки женская аудитория подтянется. Здесь мы с вами имеем, по-русски это называется, насколько я понимаю, утюжок для выпрямления волос, или просто утюжок для волос. Марки у нас здесь Philips, этот утюжок, называется Selfie Straightener. Прямо на коробке здесь использовано название выпрямитель для волос. Моделька у нас HP8303-00, заявлен нагрев до 210 градусов, керамические вот эти вот пластины. И время разогрева 60 секунд. Обошлась мне эта посылка. В принципе, она мне бы могла обойтись примерно 900 рублей, потому что заказывая единичный товар такой, пришлось бы на Tmall по новым правилам оплачивать еще примерно 300 рублей доставку. Но так как я делал заказ комплексный из нескольких позиций, при заказе на сумму более 2500 сейчас на Tmall действует бесплатная доставка. Тем самым я и получил самую выгодную цену на данную покупку. Она мне обошлась в 500 с копейками рублей. Более точно вы видите карточку покупки на экране. Добралась очень быстро, соответственно, два дня. И давайте ее с вами распакуем, посмотрим, что это у нас за такой чудо-девайс. В принципе, устройство, относящееся к волосам, к стрижке и прочему, от Philips'а у нас устройство очень качественное обычно. Вот, лично я Philips'у доверяю в этих вопросах. И в вопросах мужских бритв, в общем-то, достаточно хорошие бритвы они делают. И в вопросах различных бритв для волос, да, то есть, вот, например, у меня есть бритва для волос. Кстати, вот, по-моему, я рассказывал о ней, вот, где-то здесь вверху ссылочка будет на что-нибудь от Philips'а. Кому интересно, посмотрите. В общем, макулатура здесь тоже есть, почитать можно. По-моему, что-то там на русском языке присутствует, руководство пользователя. Так, достаточно хороший кабель здесь у нас имеется. Так, вилочка европейская, крутотень. Так, ну и вот у нас сам агрегат. Давайте я на него посмотрим поближе. Русские люди инструкции не читают. Philips NL-9206, пробел AD-4 Dratchton. Что это значит, я лично не знаю. Made in China. Здесь у нас включение-выключение есть. 0,1. Это важный, кстати, момент, потому что включаем в розетку, и когда оно нам нужно, мы его включаем, оно греется. Когда не нужно, выключим. Не заморачиваемся с выдергиванием, включением в розетку. Ну и там пружинка. Ну, все сделано добротно. Мне лично нравится визуально. Обзор не обзор, если в нем нет теста, или, по крайней мере, отзыва о использовании устройства. А устройства я только что распаковал. И, естественно, практических отзывов у меня пока на него нет. Но прямо сейчас я его передаю моему опытному тестировщику, который сможет рассказать более подробно о качествах данного устройства. Единственное, чего я не понял, это по поводу температуры. Потому что здесь у нас заявлено до 210 градусов Цельсия. Я думаю, что здесь присутствует некий регулятор, которым можно выбирать, собственно говоря, эту температуру. Но, собственно, никакого регулятора я здесь не вижу. То есть, его здесь нет. Ну, соответственно, надо тестировать. Поэтому далеко не отходите. А мы сейчас потестируем и вернемся. Ну что ж, друзья, уже спустя пару дней я заканчиваю снимать видео с его распаковкой. Мой тестировщик доволен данным устройством. Нагревается быстро. Результат тоже удовлетворил. Все понравилось. Единственное, наверное, такое отличие от более дорогих моделей. Это отсутствие турмалинового, так называемого, покрытия вот этих вот нагревательных элементов. Видимо, хотя не очень понятно. Керамический нагревательный элемент, он присутствует и в моделях с турмалиновым покрытием. И здесь оно тоже керамическое. Поэтому разница лично мне не очень понятна. И, конечно же, хотелось бы, наверное, все-таки хотя бы две температуры нагрева. Вот здесь же заявлено до 210. Но это на самом деле никак не регулируется. То есть устройство заточено на работу именно в одном режиме на 210 градусов. Но, тем не менее, никакого дискомфорта мы тестировщик не обнаружил от использования устройства. Все очень понравилось. Нравится, конечно же, что это у нас Philips. А Philips у нас это достаточно серьезный, надежный производитель. Вот. На этом, в принципе, наверное, пока что я видео буду заканчивать. Если у вас есть любые вопросы по устройству, смело задавайте в комментарии. Мы устройство это купили для себя, будем тестировать. Спустя какое-то время сможем отвечать более подробно по возможным вопросам об его использовании. На этом я, соответственно, раскланиваюсь. Вас благодарю за просмотр моего видео до конца. В конце у меня, как всегда, формальности. Спонсорами этого видео являются международные площадки Алиэкспресс, Тимол и Джербест. Список лучших товаров по моей версии с этих площадок, как всегда, ищите в описании к видео. Конечно же, все ссылки под описанием будут на это устройство. Что ж, всем желаю быть красивыми, неотразимыми, здоровыми и успешными. Все, всем удачи, пока.